Узнать, где погибли и захоронены предки, смогли сегодня еще 40 южноуральцев. Спустя почти 70 лет, близким пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны вручили медали, документы и личные предметы. История солдат в следующем сюжете. Татьяна Юдина в городскую администрацию берет семейную фотографию. Этот снимок сделан в 1942 году, перед тем, как на фронт ушел ее дядя. Вот он в левом верхнем углу, в окружении матери и сестер. Виктор Харьков был единственным сыном в своей семье и пропал без вести. Все, что знали родные, что погиб на эстонской границе. Где и когда, неизвестно. Сегодня Татьяна Юдина узнает, Виктор погиб в 1944-м и даже получил медаль за отвагу. Месяц назад нам сказали, что мы все решение нашли, все, вы сможете прийти. Мы говорим, да, конечно, сможете прийти. А вы знаете, что он был граждан? Я говорю, нет, не знаю. И там мы вам все сообщили. Где он погиб? В каком год? В какого числа? Это у меня сведений не было, потому что бабушка умерла уже 45 лет назад. Останки, награды и документы погибших солдат Великой Отечественной сегодня передают родственникам. Все, что было найдено поисковыми отрядами. Гигды, портсигары, медальоны. Но главное – это информация. Поисковики узнали точные данные о месте гибели наших солдат. Стоит тишина. И только когда названы имена героев войны, люди начинают аплодировать. Я до сих пор переполняю. Но то, что комок стоял в горле, это точно. Вы сами слышали, какая была в зале тишина, только разряжалась аплодисментами. И эти аплодисменты были именно тем защитникам Отечества, которые в трудные минуты для нашей Родины как один встали плечо к плечу на защиту своего Отечества. Войсковый отряд русичей в этом году работал в Ленинградской области. Там воевали южноуральцы. Поднять удалось останки 31 фронтовика. А также нашли медаль и знак снайпера. Анна Арестова, Василий Цвентух, Андрей Ярушев, ОТВ.